Всем пламенный привет, с вами снова Герон, и сегодня прямо здесь, и сейчас я вам расскажу, что обещали нам разработчики версии Майнкрафта 1.10. Всё в лучших традициях канала Геронкрафт. Как говорится, в первых айдах узнаем, что нас ждёт и что же будет. Во-первых, нам обещали большое количество новых багофиксов. В-третьих, окончательно и бесповоротно снимут все ограничения на количество ID предметов и блоков, что, конечно же, хорошо, когда вы создаёте большие сборки с модами. Дальше будут какие-то обновления и улучшения вагонеток, дальше улучшат команду клон и массу других обновлений, связанных с редстоуном, командами и прочими изысками, которые нам, простым смертным игрокам, абсолютно не интересны. Дальше, давайте посмотрим скейншоты, которые нам разработчики уже опубликовали и нам показали. Во-первых, в 1.10 появится некая застывшая лава, и это, конечно, прикольно. А самое интересное, дорогой друг, я забыл тебе напомнить, что нужно бы поставить лайк под этим видео, если тебе всё это было интересно, но самое главное, не забывайте рассказывать и показывать это видео своим друзьям, пускай они тоже знают, что нас ждёт версия Майнкрафта 1.10, одним из самых первых. Это очень классно будет. Вот такие друзья. Хотя, можете ставить и дизлайки, мне не жалко, каждая ваша оценка очень важна и полезна для развития канала на данном этапе. Ладно, теперь давайте двигаемся дальше, потому что мотивация нужна автору. В качестве бабла у нас мотивации нету, но давайте хотя бы отсутствие бабла компенсируем автору хотя бы лайками. Ладно, так вот, первый предмет это некая застывшая лава, которая появится в аду, и, честно говоря, я не понимаю, зачем она нужна, у нас и без того есть лава, в которой можно замечательно греть. Теперь у нас появится ещё застывшая лава. Ну, ладно, окей, дизайн добавил. Хотя, на самом деле, они могли бы взять и открыть мод Nature, и оттуда слям здесь всякие интересные штуки, типа огромных прозрачных грибов, и лианы, свисающие с потолка и прочие изыски. Короче, они могли бы сделать из ада конфетку, но нет, сказали разработчики, давайте добавим сначала застывшую лаву. Окей. Дальше. Непосредственно большое количество нововведений у нас касается непосредственно снежного и арктических биомов, например, это вот такие вот скелеты, которые там будут бегать. Я надеюсь, что они смогут кастовать к фаерболами, во всяком случае, если присмотреться, можно увидеть, что это не простой лук со стрелами. Нет, ребятушки, это элементальные стрелы, так что они, скорее всего, будут вас кидать рандомным зачарованием, то есть не просто стрельнул из вас из лука, а вы получили замедление или еще что-нибудь. Потому что, видите, стрела здесь, какой-то кончик стрелы очень необычный, так что я думаю, что мои догадки оправдаются. Более того, если мы присмотримся на костюм этого скелета, видно, что, скорее всего, это какой-то кулон, медальон, то ли он похож на мага, то ли на друида, то ли на что-то вроде этого. То есть, короче, непростой смертный скелет, это самое главное. Так, теперь, там же появится новый моб, который называется медведь, полярный медведь, который будет жить в арктических биомах. Логично? Правильно. Обычный медведь будет вас атаковать, мелкий медведь вас трогать не будет, большой медведь вас тоже не будет трогать, но ровно до тех пор, пока вы не пнете либо его самого, либо вот этого мелкого медвежонка. Как говорится, мелкие медвежата вам сдать, что сдать не могут, а вот большие, взрослые медведи как могут навалять по полной программе. Надеюсь, что с них будет выпадать какой-нибудь мех, из которого мы сможем крафтить какие-нибудь новые интересные штуки. Вот это очень многообещающий скриншотик, на котором видно, во-первых, новую систему освещения в аду. Это прикольно, потому что ад выглядит отвратительно, особенно если там пытаешься записывать видео. Там все выглядит просто отвратительнейшим образом. Вот, и здесь такое освещение, оно выглядит, ну, более-менее симпатичным. Помимо всего прочего, здесь почему-то эндермен, но то ли его по ошибке заспаунили, скорее всего, нет. Может быть, эндермен будет телепортироваться не только по обычному миру, но и по аду. Зачем это нужно было добавлять, не знаю, но прикольно. Дальше. У нас появляются в тайге и мега-тайге будут появляться новые виды деревень, в которых, как видите, появились, будут дорожки из земли. Помните, в 1.9 появился новый блок, как же, утоптанной травы. То есть вы берете блок травы, сверху правой кнопкой мышки клацаете по этой траве с помощью мотыги, и получаете вот такой тип дорожки. Вот эта дорожка здесь есть, это видно сразу. В общем-то, дизайн здания тот же самый. Будем надеяться, что хотя бы будут какие-нибудь таежные торговцы, которые будут торговать мехом полярных медведей. Было прикольно. И самое главное, что удивительно, как видите, будут появляться мостики, которые ведут через реку. Дальше. Ну вот и, собственно говоря, и все, что можно было бы рассказать пока что на данный момент. Благодарю за просмотр, за подписку и лайки. Ну а также напоминаю, что если в следующем у нас по дате выйдет 1.9.3, потом пойдут снапшоты на 1.7.10, в перемешку с новыми версиями 1.4, 1.9.4, 1.9.5 и так далее. Благодарю за просмотр, за подписку и лайки. С вами снова был Герон. Если вы здесь вместе с вами впервые, смело подписывайтесь. У нас масса всего интересного. Не только снапшота, но и всевозможные эксперименты, испытания, глюки, переключения, баги и лайфхаки от Герона. Поехали. Герон одобряет.